Доброе утро! Совсем скоро наступит 8 марта и все мы будем дарить подарки для своих близких. И сегодня я вас научу, как можно сделать красивую заколку. Для этого нам понадобится вот такая вот специальная полимерная глина. Она создана специально для лепки цветов. Белого цвета нужна будет нам, желтого цвета, красного, зеленого. Еще нам с вами понадобится вот такая формочка для лепки лепестка. Клей-момент и основа для заколки. Такую основу можно купить в швейном магазине. Итак, начнем. Для начала мы возьмем немножко белой глины и смешаем цвет, который нам нужен будет. Мы будем делать с вами персикового цвета розочку. Для этого нужно будет нам кусочек красненькой и кусочек желтой глины. Совсем чуть-чуть. Так, вот, берем. Глина очень мягкая. Она чем-то напоминает зефир. Вот так вот мы ее смешиваем хорошенечко. Вот мы с вами смешали цвет. Получился такой красивый персиковый цвет. Теперь нам нужно будет разделить на 12 шариков. Это будут будущие лепестки. Вот такие вот небольшие кусочки отщипываем и вот вкатаем такие вот шарики. Ну вот, мы закончили лепить наши шарики. Теперь можно приступать непосредственно к лепке каждого лепестка. Роза собирается из 12 лепестков и каждый лепесток лепится отдельно. Берем наш один шарик, помещаем где-то вот в центре нашей ладошки и вот таким вот размазывающим движением проводим. И получается у нас такой лепесток. На нем можно даже увидеть прожилки. И так, таким образом продолжаем лепить все наши лепестки. Итак, мы закончили лепку наших лепестков. Теперь наступает процесс сборки. Мы берем один лепесток и сворачиваем его в такую вот как бы трубочку. Вот таким вот образом. Вот получается самый первый лепесток. Это будет сердцевинка нашей розочки. Берем второй лепесток и как бы обматываем наш бутончик. И вот таким образом продолжаем собирать розочку. Вот так вот. И так лепесточком мы собираем его. И нужно прилеплять не как рулетик, а вот немножко придавить в центре и вот так вот прилепить. Вот и все. Наша розочка готова. Теперь мы аккуратненько собираем все остальные лепестки, которые торчат у нас. И ненужный хвостик убираем. Расправляем каждый лепесточек, чтобы розочка у нас была как настоящая, красивая, раскрытая. И мы убираем сушиться нашу розочку на сутки. Теперь слепим листик для нашей розочки. Берем немножко белой глины. Немножечко зеленого цвета. И перемешиваем опять. Перемешали. И из этого нашего кусочка глины мы формируем капельку. Вот такой вот. Получается вот такая капелька. Ее мы ставим на нашу формочку. Вот таким вот образом. И начинаем расплющивать. На нашей формочке есть узор, как будто бы это настоящий листик. Есть прожилки. Есть прожилки. Вот так вот мы расплющиваем наш лепесточек. Получается у нас вот такой лепесточек. Его мы тоже убираем на 24 часа. Прошло 24 часа и наша розочка высохла. И теперь мы начнем собирать нашу заколочку. Для этого мы берем нашу основу и начинаем ее приклеивать. Клея взяла вот такой вот суперклей. Он очень хороший. Им очень удобно приклеивать цветочки. Так, открываем. И вот аккуратненько намазываем клеем. Так, сначала мы приклеим наш листик. Очень небольшой... Очень немножко нужно вот этого клея, чтобы наш цветочек приклеился. Так вот, держим. Теперь приклеиваем саму розочку. Наша розочка приклеилась. И теперь нам нужно спрятать некрасивое место стыка. Для этого нам понадобится кусочек фетра. Я взяла персиковые цветы, ножницы. Мы отрезаем небольшой кусочек фетра. Таким вот образом. Намазываем немножечко клеем. И приклеиваем снизу наши заколочки. Ну вот, наша заколочка готова. И помните, что красоту вокруг мы создаем своими руками. Спасибо. Спасибо.